Ну что, попробуем рисовать Такое сегодня число, я уже запутался Не то 21, не то 22 Октября, это точно 22 года, это точно Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 она очень может быть разное люди думают что рисовать это что-то такое однородное ну 99 процентов под словом рисовать понимают продавать рисовать и продавать и торговать это у них синонимы вот в чем дело это у 90 процентов причем не только обыватели и обыватели и потребителей но и у самих художников потому что они не художники дело в том что вот я уже говорил и говорю и буду говорить я делю людей на художника точнее на авторов и потребителей продавцов там покупателей среди художников так же как среди людей но среди всех обывателей подавляющее большинство и те вот кто сейчас меня наверняка слушают и те кто пришел чему-то научиться я пожалуй буду говорить прямо и откровенно 90 процентов людей идут в это для того чтобы на этом зарабатывать все вот видите это экспромт сейчас получился у меня я имею ввиду про рисунок начинал одно она чем а продолжаю иначе но мне не понравилось все это дело как я начал поэтому я из пастельной вот этой штуки сделал такую подложку и сейчас практически на ней буду рисовать заново ну и дальше поговорим да да зачем я это все рисую ну сегодня я конкретно вышел лечиться поэтому я вообще буду рисовать как вот рука пойдет поэтому я я взялся переделывать потому что я понял что я делаю не так как меня лечит а так как я опять начал подстраиваться под под какие-то шаблоны вот если я сейчас отпущу свою это медитация я я же говорил это вот в данном случае она медитация вот это сейчас вот сейчас вы присутствуете при конкретном сеансе лечения самолечения я вам серьезно это говорю потому что я вышел с давлением я не стал ложиться мне сегодня в очередной раз раздался звонок из иркутского художественного музея там у меня какие-то постоянно неудачные взаимоотношения потеряли мои работы с выставки и там попытались что-то у меня закупить потом отказались что-то закупать потом короче все эти разговоры у меня кроме как раздражение и повышенного давления ничего больше не вызывает я уже 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 практически ко всем в том числе и к ним обращаюсь с просьбой отстаньте от меня вообще не просите вы у меня больше не работ на выставке ничего из этого хорошего не получается кроме проблем я с ней себя в этом не вижу ладно все и опять начинаю повторять я я начал говорить о том что вы сейчас присутствуете при сеансе лечения ну вот а для того чтобы все таки лечиться надо отвлекаться правильно я вышел на улицу для того чтобы отвлечься от этой всей ерунды потом я еще тут делал портрет один на заказ хороший человек а портрет у меня не получается вот не получается и все тоже проблема ну ладно я думаю что я сейчас не буду сам себя в данном случае расстраивать если я попытаюсь объяснить вот человек мне верит человек ждет от меня шедевра короче говоря есть два способа угробить сердце художника мое в частности это первое пренебрежение и канцелярское хамство или канцелярщина или наоборот большое большое доверие или наоборот большое большое доверие между ними находясь очень трудно с сохранять спокойствие и вот сегодня у меня были две крайние ситуации я сейчас про них расскажу я думаю это не повысит мне снова давление все таки надо же и пар спускать да рисуя вот такая вот мелкая механика руки там и так далее она конечно это терапии поэтому на этом фоне вот на этом фоне ритмических таких амплитудных движений рукой вот этих вот поисков каких-то гармоничных линий это собственно и есть тот лечебный процесс о котором я говорил карандаш потерялся который мне нужен а это говорит о том что надо поменьше карандашами озабочиваться рисовать одним каким-нибудь а вот он ну в смысле не карандаш а вот этот уголь в данном случае очень мягкий для того чтобы прорисовать черную решетку вот тут вот вот тут вот тоже чертить начиная мне тоже не нравится а если взялся чертить так черти это правильные ровно вот тут поначалу я начал поэтому это надо делать как-то вот вот здесь вот не то я делаю сейчас ладно и еще здесь куча столбов я сейчас думаю надо мне их рисовать не надо мне рисовать эти кучу столбов я вот тут неправильно вот эту закосил линию она она прямая практически и скорее туда уходит туда как-то уходит туда вот так вот по поводу арт-терапии ну да и я пошел потому что у меня был выбор или лежать на пившись таблеток от давления нет я вышел пошел и вроде бы ничего ну так и вот и сегодня вот доделывал портрет одной милой женщине которая ну как бы моя почитательница она говорит что я очень люблю как вы все что вы делаете но это же приятно да приятно с одной стороны а с другой стороны портрет то я чувствую у меня не получается точнее нет поначалу он у меня получился но я почувствовал что ей он не очень нравится как бы не одну чувствуется же да и это дело то понятно и она естественное портрет свой как бы любимый человек который в этот человек хочет видеть изображенным и думает что вот сейчас художник там гениальный талантливый сейчас вот как возьмется и сделает шедевр вот но не знаю шедевр требует очень серьезной серьезной работы либо одномоментного такого на эти экспромта все мои шедевры получились экспромтно быстро работа на заказ это трудно делать ее экспромтом да это можно делать только для человека который ну и ну и одного понимания с тобой стилистики а к сожалению у нас это не так в жизни даже наши почитатели почитательницы они вроде тебя любят все равно не до конца понимают что ты делаешь это я вот давно уже понял оказывается им нравится вот эта степень прорисованности потому что но они не против чтобы это было прорисовано еще лучше вот вот к чему я это говорю то есть вдруг я понял что вот им эта лихость моя нравится им нравится только они думают что это и есть предел умение и не понимает люди что для меня умение правильно нарисовать это совсем другое она мне не нужно сейчас уже на сегодняшнем этапе что я ищу совсем другие формы того что я называю самогармонизации вырисовывать все детали но я это постоянно говорю ну и сейчас я это говорю для тех кто может быть меня может быть даже первый раз смотрит слушает может кто-то что-то пропустил я рисую не детали я рисую не запечатлевания какие-то для этого есть фотографы есть хорошие фотографы у нас в иркутске есть именно фотографы кстати говоря я часто критикую и критически произношу слово фото художник но именно поэтому что они отказываются быть хорошими фотографами и все лезут в художники а надо быть просто хорошим фотографом то есть сделать то чего я не могу а я не буду делать то чего лучше меня может делать фотограф фотограф вот фотографу не надо корежить натуру а я изначально беру пустоту и и в ней нахожу какую-то условность не нахожу а строю создаю ну вот это и называется образ создать образ фотограф ищет образ ходит ходит и ищет а я его создаю а художник его создает образ ну опираясь да можно опираться можно не опираться но вот немножко заболтался ну и слава богу я как раз заодно отвлекся от своих проблем ну так вот как только я связываюсь с какой-то официальной организацией там я не знаю союз художников сейчас у нас для меня стало ну это та организация которая связь с которой меня угробит поэтому я отказался от всех выставок и стараюсь с ними вообще не контактировать потому что я чувствую что любая любое взаимодействие с этими функционерами меня убивает натурально я имею ввиду давление повышается ну я начал с того что да и я убежал на улицу для того чтобы порисовать и отвлечься поэтому я сейчас закончу рассказывать о проблемах а буду рассказывать о рисунке тем самым я отвлекусь просто я хотел сказать и показать что вы присутствуете не шутя а по-настоящему присутствуете на сеансе арт терапии вот и все в чем она заключается сейчас я попытаюсь объяснить ну я собственно каждый раз это и пытаюсь сделать я вот так вот провожу линии видите более-менее удачные что такое удачная линия а это линия которая не разрушает ту гармонию которая передо мной ну давайте покажу она как бы я как вот видите и вот я не должен ее повторять эту линию тогда я превращусь в робота тогда я превращусь в сканер да или фотоаппарат если я начну точно повторять то что я вижу точно повторять то что ты видишь это уход от искусства это ремесло вот здесь я вот напортил вот видите вот в этом месте я испортил я это буду как-то исправлять а вот здесь нарисовано нормально с точки зрения искусства вот один мой читатель-почитатель почти ехидно но совершенно правильно заметил слушая меня там наблюдая как я рисую в общем то не возражая соглашаясь но сказал так по простому скажем да без лишних разногольствований разглагольствований он сказал в принципе чтобы гениально рисовать чтобы было искусство чтобы произведение искусства создавать короче говоря надо рисовать криво косо и неправильно и вы знаете есть в этом в этой такой упрощенной понимании вот упрощенной очищенный до я не знаю знаете оголенной можно сказать правде в этом есть смысл искусство неправильно надо рисовать и криво косо другое дело криво косо рисовать как все таки в твоей руке находится инструмент и ты имеешь право выбирать как ты будешь рисовать криво косо что такое криво косо в какую сторону закривить то вот а вопрос если ты владеешь то мне закривить вправо или закривить влево сделать криво косо то а вот вопрос правда вот он вопрос то интересный криво косо и вот получается что я тут смотрите как начал одно а сейчас уже делаю совсем другое я имею ввиду композиционно вот а ты ведь все равно хозяин своей руки или не хозяин да вот определись друг ты хозяин руки или не хозяин и вот где найти ту гармонию между свободой жеста и все то есть криво косо и все таки чтобы это было человеческим жестом а человеческий жест отличается ну я имею ввиду только человека то нормального художника творца а то иной ты человек еще так сделает что как раз наоборот то что делает зверь природа я сейчас немножко о другом звери природа они у них более гармоничные движения и жесты посмотрите на любого зверя кошка например да тигр там есть ли неуклюжие звери ну есть наверное но их неуклюжесть она же она она органичная неуклюжесть тот же слон кто у нас еще может быть я вот опять начал чертить я опять начал чертить а надо рисовать вот так вот вот так видите я себя заставляю вы понимаете что я себя заставляю а люди думают что вот это вот есть мое желание вершина прорисовки и они так удивляются ой как все грамотно и хорошо нарисовано и вообще я наверное много сейчас говорю о людях не буду я им судьей правильно как говорится не надо судить за других потому что есть очень многие люди которым действительно нравится то что я делаю в том смысле что они нутром понимают это они это понимают ну может быть сформулировать не могут да а я что могу что ли я тоже вот пытаюсь сформулировать но у меня получается достаточно корявые формулировки вот словесные сегодня у меня не получаются формулировки обычно я говорю более гладко а сегодня вот так вот но я объяснил причину вы меня поймете вот у меня и словесные формулировки сегодня видите корявые и рисунок но не сказать что корявый но видите сколько я исправлений делаю начал одно делаю другое и и как забавно что я кстати говоря и не доделаю сейчас уже темнеет опять а мне так неохота возвращаться сейчас в мастерскую мне не хочется уже давно туда возвращаться там меня ждут какие-то неприятные звонки там меня ждут какие-то неприятные известия там меня встречают неприятные соседи там я прячусь чтобы переспать и убежать побежать на улицу чтобы вот в город убежать и рисовать только пока я тут рисовал уже и стемнело вот я к чему это говорю стемнеет не знаю зря наверное я взялся пастелью сейчас рисовать а вот это здание несчастное оно же сожженное оно внутри всего сожженное сожгли для меня так очевидно что его сожгли для того чтобы не заниматься реставрацией реконструкции и ремонтом сейчас из него выпотрошит все внутренности оставят только наружные стены я так думаю я как это говорят хитрые журналисты это мое оценочное мнение или как они там называют ну так вот это мое мои догадки что это памятник архитектуры был был но он и есть как бы ну теперь а что значит есть он был со всеми внутренностями он был естественно он еще стоял внутри все было ну конечно внутренности у него были уже старые ну старые перекрытия там старые деревянные все эти дела стены перегородки все это старое ветхое как то это надо было все ремонтировать реконструировать как я честно говоря не знаю но наверняка если выделять на это средства деньги внимание все возможно у нас ну это требует денег средств умения и желания а здание то стоит хозяин то наверное у него есть ему же надо получать прибыль у нас же теперь все здания сделали частными я не знаю кому принадлежит это здание я вообще сейчас просто рассказываю как бы одну из версий если не так и есть люди которые все знают пусть они меня исправят поправят дополнят а я вот предполагаю так я же не следователь прокуратуры я не чиновник муниципалитета я не обязан знать все юридические экономические тонкости и детали иркутского домохозяйства скажем так просто я знаю когда стоит старое здание но это головная боль для кого-то для тех кто обязан памятник архитектуры беречь сохранять недаром же на нем написано охраняется государством ну государством да поэтому что тут мне рассказывать что у него есть частный собственник там и так далее написано охраняется государством Так вот и пусть он охраняется государством. А частный собственник? Ну, я не знаю, какие взаимоотношения у государства с частным собственником, который хозяин этого здания. Но частный-то собственник – это же не государство, правда? А на памятнике-то архитектуры написано «Охраняется государством». Так уж государство, коль ты написала на нем, да, и по Конституции приняла на себя вот эти вот дела, ну, так и охраняй. Еще раз говорю, я не знаю, в каких-то там взаимоотношениях я это сейчас с государством разговариваю. А кто у нас государство? У нас государство, государственные чиновники, наверное, да? Наверное, среди них есть те люди, которые и должны заниматься этим знанием. Как они этим занимаются, ну, не знаю. Они же профессионалы, а не я. Ну, короче говоря, головная боль. А заниматься, наверное, не очень хочется. И парадокс, но государственный чиновник, который обязан охранять городское хозяйство, заинтересован, чтобы этого городского хозяйства не было. Который обязан сохранять эту старину. Заинтересован, чтобы этой старины не было. Так, что ли, получается? Потому что, ну, чем больше старины, тем им больше охранять, тем больше работать надо. Ну, и вот. И возникает мысль такая, она у всех возникает, и у меня в том числе. А не сжечь ли я его? И не будет никаких проблем. Правда? Вот. Это во-первых. А во-вторых, ну, не обязательно целиком сжечь. Можно только вот так устроить пожар, чтобы выгорела только вся середина, которая требовала там ремонта, конструкции, реконструкции, сохранения требовала, да, сохранения требовала какого-то. То есть то, что называется в полном смысле слова реконструкция. То есть замена конструкции, но при этом ставятся условия. Если это памятник архитектуры, ты должен конструкции заменять как-то хитро и грамотно, так, чтобы не нарушить историческую ценность, цельность. Чтобы не нарушить историю. А иначе в чем смысл охраны памятника архитектуры, если история будет уничтожена? Правда? Что такое история в доме, в архитектуре? Ну, естественно, интерьеры, естественно, конструкции. Это тоже является историческим, так сказать, архитектурно-историческим фактом, артефактом, да, который подлежит сохранению. Понимаете, в чем дело? Памятник истории нужно сохранять. Иначе он перестанет быть памятником истории. Если в нем все к черту заменить, заменить полы, заменить стены, заменить двери, заменить окна, заменить переплеты, заменить перегородки. Ну, это же будет все замененное. То есть, истории-то не будет. Ну, и разве можно будет сказать, что это охраняется государством? Все. Какая охрана? Никакой. Больше охраны тут нет. Если заменили все, так не сохранили, значит, не сохранили. Ну, вот. А в чем тогда? И тогда мы имеем право спросить такого нерадивого чиновника. Стоп, дорогой товарищ, а где ты что сохранил-то, если у тебя все заменено? Даже вот оконные переплеты у многих домов замененные, измененные. Идет симулякция охраны, симулякры сплошные, так называемые сегодня. И вроде бы внешне сейчас вот этот дом, четыре стены у него, четыре или три, они как бы стоят, а внутренность у него полностью выжжена, уничтожена. Был пожар, и внутренность сгорела. Он практически весь выгорел на оба этих этажа. И стоит сейчас вот оболочка только. Оболочка. И она будет... Да, кстати, поменялось сильно освещение. Ну что, пусть это будет первая часть. И я даже более того, я эту первую часть выложу. Это будет мне, так сказать, стимулом прийти завтра или когда и доделать. Правда? Я думаю, первая часть, она будет и вас стимулировать, посмотреть, чем же мы все это закончим. А сейчас в силу того, что... Ну что, все уже темно. Артитерапия произошла или не произошла, я не совсем знаю. Ну, в общем, давление у меня, кажется, прошло. Выглядит это сейчас вот так вот уже, видите? Ну, красиво. А у меня уже нет такого освещения. Видите, там горит все. Низ горит. Может быть, я доведу... Ну, вот если завтра приходить, значит, надо приходить. Да нет, это не обязательно. Вот как раз это не обязательно. Что я сделал в этом рисунке сегодня? Ну, я нашел эту какую-то композицию, нашел линию, нашел нерв, если можно так сказать. Ну и вот. Что-то сегодня из меня плохой говорун получается. Ну, вы, наверное, уже поняли. Ну, ладно. Зато все честно. Недаром же я говорю, я занимаюсь честным искусством. Вот. Я сегодня принципиально выложу эту недоделанную работу. Или второй вариант. Я не знаю, может быть, я домой приду, доделаю. Как вы думаете? Наверное, я доделаю дома, ладно? И дома договорим. Я думаю, это можно. Может быть, как раз вот там, работая в мастерской, продолжая вот этот пленэр, мне будет там не так уж и тяжко. А на улице мне хорошо. Ладно, пойдем поужинаем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok